Вот на что я совершенно не могу пожаловаться, это на свою семейную жизнь. Уже сколько лет я женат на моей дорогой Евангелине, и смело могу сказать, ни одно облачко не омрачило нашу жизнь. А все потому, что я всегда следовал советам покойного дяди Вильяма. Мортимер учил меня дядя. Если хочешь хорошо жить с женой, не перечь ей никогда. И я не перечу. Правда, однажды я чуть не пренебрег советам дядюшки. Это было тогда, когда в нашем городе свирепствовала ужасная болезнь дифтерит, и все матери просто сходили с ума от страха. И вот как-то раз мне взбрело в голову обратить внимание моей супруги на нашу маленькую дочку Пенелопу. Милочка, на твоем месте я бы не позволил ребенку жевать эту сосновую щепку. Милая, ведь это же не вредно. Дорогая, дорогая, всем известно, что сосна является наименее питательным из всех сортов дерева, какие может жевать ребенок. Милый, ты же сам знаешь, отлично знаешь, все доктора, как один, говорят, что сосновая смола очень полезна при почках и слабом позвоночнике. Ах, тогда я просто не понял, в чем дело. Я не знал, что у девочки не в порядке почки и позвоночник, и что домашний врач посоветовал ей жевать. А кто сказал, что у девочки не в порядке почки и позвоночник? Дорогая, ты сама подала эту мысль. Я? Да. Ничего подобного, никогда этой мысли не подавала. Ну что ты, милая, и двух минут не прошло, как ты сказала. Ничего я не говорила, да все равно, если даже и сказала. Девочке нисколько не повредит, если она будет жевать сосновую щепку. Ты же это отлично знаешь. И она будет жевать, сколько захочет. Ну, Миня. Да, будет. Ни слова больше, дорогая. Ты меня убедила, и я сегодня же поеду и закажу две-три сажения самых лучших сосновых дров. Чтобы мой ребенок в чем-нибудь нуждался, когда я... Ах, Боже мой, ступай, пожалуйста, в свою контору. Двух слов тебе нельзя сказать. Очень хорошо. Пусть будет по-твоему. Но я не вижу логики в твоем последнем замечании. Можешь ты помолчать немножко? Алло? Джесси? Дорогая моя, я так давно не слышала твой голос. Ой, да, да, это страшная болезнь. Она просто всех свела с ума. Что? Не может быть. Джорджи? Ой, я сейчас лишусь чувств. Прости, дорогая. Что такое? Что случилось? Мортимер. Еще один случай. Заболел Джорджи Гордон. Дифтерит? Дифтерит. Есть надежда на спасение? Никакой надежды. Боже мой, что теперь с нами будет? Ну, успокойся, милая. Ну, чего ты-то боишься? Как чего? Это спрашивает отец. Отец. Это чудовище. Дракон, а не отец. Ну, милая моя. Ведь наша Пенелопа только что страшно кашляла. Три раза подряд. Ой, мы пропали. Ну, успокойся, родная моя. Ведь ничего еще нет. Как ничего? А то, что ребенок кашляет, это ничего. Ничего, да? Да? Доктора. Немедленно доктора. Слышишь? Немедленно. Иди. Иди, пошли за доктором. Иду. Иду, конечно же, иду. Иду. О, Боже, за что такие испытания? Нет, он не может быть таким жестоким. Он не заберет Пенелопу у ее мамочки. Ну, что? Мэри пошла за ним. Что? Послушай, Мордимер, отчего эта малютка так крепко спит? Фу, ну что ты, милочка. Пенелопа всегда спит, как камень. Знаю. Но сейчас она спит как-то особенно. Она что-то дышит так ровно. Это ужасно. Ну, дорогая, она всегда дышит ровно. Знаю. Но сейчас в этом есть что-то страшное. Ее няня слишком молодая и неопытная. Я останусь здесь на всю ночь. Мысль хорошая. А кто же будет помогать тебе? Мне поможешь ты? Как я... Впрочем, я никому не позволю помогать мне в такое время. Я все сделаю сама. Не-не-не. С моей стороны было бы низостью лечь в постель и спать, когда ты, не смыкая глаз, будешь всю ночь напролет ухаживать за нашей больной бедняжкой. Нет-нет. Нет, милый, ложись. Обязательно ложись. Я сама дождусь доктора. Нет, дорогая, вы не будете... Ложись, так будет лучше. Хорошо, хорошо. Хорошо. Я уже лежу. Ну, маленький. Ну, маленький мой. О, боже мой, почему не идет доктор? Мортимер, в комнате слишком жарко. Выключи отопление. Ну, дорогая, неужели 20 градусов тепла слишком жарко для больного ребенка? Ты, видно, решил окончательно погубить ребенка. 20 градусов, ведь это тропическая жара. Открыл? Ну, теперь ложись. Мортимер, беги отворить. Это доктор. Бегу, бегу, бегу. Дорогая моя малютка, она спит и не ведает, какая опасность нависла над ней. Где же доктор? Дорогая, у доктора сказали, что он болен и лежит в постели. Это рука проведения. Так суждено. Он до сих пор никогда не болел. Никогда. Мы жили не так, как надо, Мортимер. Я тебе это не раз говорила. Теперь ты сам видишь, вот результаты. Наша девочка не поправится, нет? Хорошо, если ты можешь простить тебя это. И я себе этого никогда не прощу. Черт возьми, но я не вижу, чем же вы плохо жили. Мортимер, ты хочешь накликать кору божью на всю семью? Господи, Боже мой. Мортимер, но ведь доктор должен был прислать лекарства. Ну да, вот они. Я только ждал, когда ты позволишь сказать хоть слово. Ну хорошо, хорошо, подай их мне. Неужели ты не понимаешь, что сейчас дорога каждая секунда? Боже мой. В рецепте сказано давать по чайной ложке через час. Через час. Как будто у нас целый год впереди для того, чтобы спасти ребенка. Мортимер, дай нашему умирающему бедняжке столовую ложку лекарства. Скорее, ради бога. Ну, 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 что ты дорогая, от столовой ложки ей может быть очень... Не своди меня с ума. Ну вот. Ну, мое сокровище, моя деточка. Ну, моя деточка маленькая. Лекарство гадкое, горькое, горькое. Ну, от него Нелли поправится, поправится, да. Мамина, деточка, сокровище будет совсем здоровенькая. Вот, ну, 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 вот так. Вот так. Ну, ну, положи головку маме на грудь и усни. Музыка. Ну, 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 ну... Боже мой, я чувствую, она не доживёт до утра. Мортимер, а если давать столовую ложку каждые полчаса? А, ей нужно давать Беладон. Что ты там? Ну, не спорь. Яконит тоже достанет то и другое. Мортимер. Ну, дорогая моя... Не возражай. Ну вот, Мортимер. Позволь мне делать всё по-своему. Ты в этом ничего не понимаешь. Ну, 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 вот, вот Беладон. Ну, поставь здесь, а сам ложись. Вот, наконец-то. Ну, ну, деточка, ну, потерпи ещё немного. Прими ещё одно горькое-горькое лекарство. Ну, 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 вот хорошо, моя маленькая. Ну, спи, ба-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мортимер. 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 Ты? Ты спишь? О, бесчувственное животное. Он может спать в такие минуты. Мортимер, да проснись ты, наконец! Нет, отопление включено? А? Отопление включено? Нет, нет. Да он говорит, нет. Боже мой, ребёнок совсем окоченел от холода, а он спокойно спит. Пожалуйста, включи поскорее отопление. Сейчас, сейчас включу. Хотя, дорогая моя… Вот так. А теперь спи спокойно. Мортимер, лучше передвинуть кроватку поближе к отоплению. Помоги, пожалуйста. Вот так. А хорошо бы девочку смазать гусиным салом. Достань его. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот твоё сало гусиное. Спасибо, родной. Ложись и отдохни. Ну, спасибо. Подожди, подожди минуточку. Дай, пожалуйста, ребёнку ещё лекарства. И потом помоги мне натереть её тельце гусиным салом. Вели, Пенелопа. Пей, дорогая. Вот так. Мамочка велела, а она знает. Пей, пей, дорогая моя. Мортимер. Мортимер, я чувствую сквозняк. Сквозняк? Не затопишь ли ты ещё и камин? Да там всё готово, только поднести спичку. И сделай милость, подай плед. Пожалуйста, пожалуйста. Что такое? Что с тобой, Евангелина? Ну, успокойся. Ну, скажи, что тебя напугало? О! Всё кончено. Мортимер, всё кончено. Ребёнок вспотел. Что же нам теперь делать? О, Боже мой, ну как ты меня напугал. Ну, я не знаю, что теперь делать. Ну, может, если её раздеть и вынести на сквозняк. Ты идиот! Поезжай немедленно к доктору. Скажи ему, что он должен приехать, живой или мёртвый. Да, может быть, лучше позвонить ему по телефону? Ой, ну, идиот! Что же стоишь? Конечно, звони, так будет быстрее. Ой, Боже мой. Алло, алло. Можешь попросить мистера Стивенса? Номер? Какой номер? Ах, это станция, простите, мисс. Вы понимаете, я совсем запутался. Да не болтай же, ты глупостей. Скажи, наконец, номер телефона. Дайте, 4 минуты 42. Да-да. Алло, доктор Стивенс. Добрый день, доктор. Да, спокойной ночи. То есть, нет, нет, я не только хотел сказать. Простите, доктор, что я вас бужу. Дело в том, что ребёнку хуже. Он потеет. Что? Рассказать, как всё началось? Так началось от щепки. Какой щепки? Да сосновые, сосновые щепки. Ну, да, ребёнок сосал щепку. А я сказал, что нельзя давать ребёнку сосать щепку. А жена сказала, что не только можно, что это даже полезно. Ну, а я сказал, что это не полезно. Эй, да чего же ты без толков? При чём тут щепка? Дай мне трубку. Доктор, доктор, вы слышите меня? Спасите нашего ребёнка. Понимаете, он потеет. Да, потеет. Что? Что чем? Чем покрыт? Да ничем особенным. Два одеяла, плед. Снять? Я же тебе говорила, что надо снять с него плед, одно одеяло. Ну, сними, сними, чудовище. Нет, это не вам, доктор, нет, не вам. Доктор, доктор, да, доктор, но что же всё-таки мне делать с ребёнком? Ведь он умирает. С чего началось? Ребёнок ужасно кашлял. При чём тут сосновая щепка? Что? Послушай, Мортимер, наш доктор сошёл с ума. Он говорит, что надо постучать ребёнка по спине. Я не могу с ним говорить, я боюсь. Хорошо, я сам поговорю. Алло, доктор, дорогой доктор, простите меня, жена, очевидно, не расслышала. Что вы сказали? Как по спине? Ну, зачем же избивать ребёнка? Ведь он ни в чём не виноват. Ах, ах, так. Ах, понимаю, понимаю, понимаю. Большое спасибо, доктор. До свидания, доктор. Дорогая, доктор говорит, что у нашей девочки нет никакого дифтерита. Как нет дифтерита? Как нет дифтерита, а кашель, а то, что она потеет. Он просто с ума сошёл. Он говорит, что она сосала сосновую щепочку, и мелкие волокна, вероятно, застряли у неё в горле. Нужно постучать ей легонько по спине, может быть, она начнёт кашлять, и всё пройдёт. Нет, ни за что, я не дам убивать ребёнка. Да ну, лови! Довольно этих безумств. Пусти меня к ребёнку. О, ну вот смотри, пожалуйста, совсем маленький кусочек. Вот теперь я вижу. В самом деле, сосновая смола, содержащаяся в щепке, очень полезна при некоторых детских заболеваниях. Дорогая, ты ведь хочешь это подтвердить, не правда ли? Ох, эти женщины! Женщина не может выслушать даже явно справедливого замечания, не оспаривая его. Я хотел сказать, замужняя женщина. Но на этот раз Евангелина, как вы слышали, ничего не сказала. Она презрительно отвернулась и вышла из комнаты. И это единственный эпизод из нашей жизни, о котором мы никогда не вспоминаем. Впрочем... Это случилось однажды на нашей летней даче. Как-то ночью я проснулся от непонятного, неизвестно откуда шедшего вопля. Мортимер! Мортимер! Евангелина, а что ты кричишь? Что случилось? Где ты? Заперлась в чулане. А тебе стыдно лежать и спать так крепко, когда на дворе такая ужасная гроза? Как же может человеку быть стыдно, когда он спит? Человек не может стыдиться, когда спит, Евангелина. Ну, выходи оттуда, иди сюда, иди. Мортимер! Ах ты, Господи, ну что такое, душа моя? Ты все еще лежишь в кровати? Ну да, конечно. Господи, Мортимер, ты отлично знаешь, что в такую грозу самое опасное лежать в кровати. Во всех книгах сказано, а ты все-таки лежишь и совершенно напрасно рискуешь своей жизнью. Неизвестно для чего, лишь бы только спорить, спорить и спорить. Да ведь, черт побери, я сейчас не в кровати. Я уже... Ну вот, слышишь, какой гром? Это последствия твоего, черт побери. Как ты можешь ругаться в такое время? Да я не ругался. И во всяком случае, это не последствия. Даже если бы я и не сказал ни слова, все равно было то же самое. Ты отлично знаешь, Евангелина, что когда атмосфера заряжена электричеством... Да, 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 тебе бы только спорить, спорить, спорить и спорить. Прямо не понимаю, как ты можешь себя так вести, когда тебе известно, что в доме нет ни одного грома отвода. И твоей несчастной жене с детьми остается только надеяться на милость Божью. Что ты делаешь? Зажигаешь спичку в такое время? Ты совсем с ума сошел? Ей-богу, милая, ну что ж тут такого? Темно, как у язычника в желудке, вот я и зажигаю. Погаси спичку сию минуту, погаси! Ты же знаешь, что ничто так не притягивает молнию, как свет. Вот послушай, ты видишь, что ты наделал? Вот в том-то и дело, что не вижу. Так может, спичка и притягивает молнию, но молния-то бывает не от спички, ставлю что угодно. И вовсе-то не моя спичка притянула молнию. Если там целились в мою спичку, так плохая же эта стрельба. Я бы сказал, что-нибудь вроде нуля из миллиона возможных. Ну, вдоль и маунти бы за такую стрельбу дали бы... Это тебе не стыдно, Мортимер! Тут нам каждую минуту грозит смерть, а ты так выражаешься. Мортимер! Ну? А ты молился сегодня на ночь? Я? Да я хотел. А потом... Потом я же стал считать, сколько будет 12 раз 13. И у меня получилось... Вот! Теперь мы пропали! Нас ничто не спасет! Как же ты мог забыть такую важную вещь, да еще в такое время? Да ведь никакого такого времени не было. На небе не видно было ни одной тучки. А почему же я знал, что из-за такого пустяшного упущения поднимется весь этот шум и гром? И во всяком случае, мне кажется, просто нехорошо с твоей стороны так придираться. Ведь это со мной бывает очень редко. После того, как из-за меня случилось землетрясение 4 года назад, я ни разу не забывал молиться. Мортимер, что ты говоришь? А про желтую лихорадку ты забыла? Милая, ты вечно мне навязываешь эту желтую лихорадку. И, по-моему, совершенно зря. Даже телеграмму в Мемфис нельзя послать прямо, а только через передаточные станции. Так каким же образом мое упущение насчет молитвы могло дойти в такую даль? Ну, я еще согласен отвечать за землетрясение. Оно все-таки было по соседству. Но лучше пускай меня повесят, чем отвечать черт знает за что. Боже мой! Боже мой! Твой голос звучит так, как будто ты... Неужели ты сейчас стоишь перед камином? Ну да, вот именно. Совершая это преступление. Отойди! Отойди от него подальше сию же минуту! Ты, кажется, решил нас всех погубить. Неужели ты не знаешь, что самый верный проводник молнии – это открытая труба? А теперь куда ты пошел? Да я здесь стою перед окном. Убирайся оттуда немедленно! Стоять у окна в грозу – просто гибель! Боже мой! Боже мой! Я знаю, что не доживу до утра! Господи! Мортимар! Да? Что это шуршит? Это я. Что ты там делаешь? Ищу, где вверх у моих штанов. Скорей брось их куда-нибудь! Должно быть, ты нарочно хочешь их надеть в такое время. Ведь ты отлично знаешь, что авторитеты говорят в один голос, что шуршитные ткани притягивают молнию. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Не наденем мы штанов. Нет, нет, пожалуйста, не пой! Ну а что тут такого? Я тебе не один раз говорила, я тебе сто раз говорила, что пение вызывает в атмосфере колебания, которые прерывают электрический ток и... Для чего ты открываешь дверь? Скажи, пожалуйста. Боже ты мой, ну какой от этого может быть вред? Смертельная опасность! Устраивать сквозняк значит привлекать молнию! Как это ужасно быть в такое время в одном доме с сумасшедшим! Мортимер, что ты делаешь? Да ничего, просто открыл кран. В комнате задохнуться можно, такая духота. Хочу умыться. Ты, я вижу, совсем-совсем потерял рассудок. Если во что-нибудь другое молнию ударит один раз, так в воду она ударит пятьдесят раз. Закрой кран. Мортимер, что это такое? О, черт, это картина, я ее сшит. Так, значит, ты близко к стене. Отойди от нее. Разве ты не знаешь, что самый лучший проводник молнии – это стена? Отойди! Иди в чулан, иди скорее, пока ты не наделал бог знает чего. Ну, дорогая, ну там одному тесно. Я не могу, я просто задохнусь там. Мортимер, ну надо же что-то сделать, чтоб тебя не убило. Дай мне ту немецкую книжку, что лежит с краю на камине, и свечу. Только не зажигай ее. Дай спички. Я сама зажгу ее здесь. В этой книге сказано, что делать. Сейчас. На, вот тебе книга «Свеча и спички». Ну вот чёрт. Господи, Мортимер, что еще это? Да ничего особенного, я просто наступил на хвост кошки. Кошка? Да ведь это гибель. Кошки полны электричества. Поймай ее из-за привывывальника. Нет, я знаю только одно, что за эту ужасную ночь я вся поседею. О, Господи, Боже мой. Ну, ну, иди ко мне, кисонька, ну же. Ну, иди ко мне, черт. Скорей! Вот, это кажется стул. Ну, погоди, погоди, дай мне только тебя поймать. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Ой, Боже мой. Вот, шкаф тоже не мягкий. Ага, ага, попалась? Ну, 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 сейчас я тебя упрячу. Ага, кто это? Комой? 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 Фух, ну, слава Богу. Ну, что еще? Мортимер, в книге говорится, что самое безопасное стоять на стуле посреди комнаты, а ножки стула должны быть изолированы непроводниками. Это значит, что ты должен поставить ножки стула в стаканы. Ты слышишь? Скорей, Мортимер, пока в тебя не ударило. Ну, где же я сейчас достану эти стаканы? Ведь ни сги не видать. Милый, ты желаешь моей смерти. Ну, хорошо, хорошо, сейчас я еще что-нибудь сворочу или разобью, но стаканы будут. Боже! Так, вазы нет. Ага, а это что? А-а-а, твое ручное зеркало. Боже мой, мое любимое зеркало. Ничего, ничего, дорогая. Ради безопасности мужа надо уметь жертвовать всем. Ага, вот, кажется, и стаканы. Так, два разбил, но ничего, сейчас я изолирую ножки стула. Так, одна, другая, третья. Все в порядке. Ну, что же дальше, Евангелина? Мортимер, Мортимер, тут говорится, что это значит, я не понимаю, то ли что нужно держать металлы при себе, или что их нужно держать подальше от себя. Да я право не знаю. Что-то как будто запутано немножко. А, я думаю, что скорее значит, что надо держать металлы при себе. Само собой разумеется, что так и должно быть. Понимаешь, это вместо громотвода. Надень свою пожарную каску, Мортимер. Она почти вся металлическая. Ты слышишь меня? Да, я даже исполнил твое приказание. Мортимер, я думаю, что для туловища нужна тоже защита. Надень, пожалуйста, свою ополченскую саблю. И это сделал. Теперь, Мортимер, тебе надо как-нибудь защитить ноги. Не наденешь ли ты шпоры? Так можно и это. Но хотя прикрепить их к домашним туфлям... Мортимер! Уже, уже, уже! Мортимер, тут говорится... Значит ли это, что опасно не звонить в колокола во время грозы? Да, кажется, что так. Да, я думаю, что при большой высоте колокольни и отсутствии воздушной тяги очень опасно. Зер, гефёрлих, не звонить в колокола во время грозы. Тем более, видишь ли, что сама расстановка слов... Не трать время на разговоры! Возьми большой обеденный колокол, он там, в прихожей. Скорее, Мортимер, милый, мы уже почти что в безопасности. О, Господи! О, Господи! Кажется, мы всё-таки останемся живы! Хорошо! Хорошо! Звони, звони! Милый, милый, сильнее! Так! Хорошо! И что, Мортимер, и что? Пожалуйста! Боже мой, мы спасены! Мы спасены! Ого! Хочется! Эй! Прекратите этот звон! Слышите? Вы что, отмокли, а? Откройте, не то я разломаю ваши ставни! Я вообще, да! Ну, вот, окно и открыто! Это вы, Смит? Я? А что тут за чертовщина такая у вас творится, Мак-Вильямс? Ничего особенного у нас не творится. Так только. Немножко беспокоимся из-за грозы. Я тут пробовал отвезти молнию. Гроза? Да? Молния? Да что вы, Мак-Вильямс! Господи, в своём ли вы уме? Прекрасная звёздная ночь! Никакой грозы нет. Ничего не понимаю. Мы ясно видели вспышки молнии сквозь занавески и ставни. И слышали гром. О! Ха! 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 Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ой, не могу! Ой, не могу! Вы уморили меня! Жалко, что вы не открыли ставни и не взглянули на верхушку вон той высокой горы. То, что вы слышали, была пушка, а то, что видели, вспышки выстрелов. Видите ли, по телеграфу получено сообщение как раз в полночь, что Гарфилд избран президентом. Вот в чём дело! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! 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 Да, вот это второй эпизод, о котором мы с женой тоже предпочитаем не вспоминать. С тех пор дни нашей жизни текут мирно и невозмутимо. Нет, что ни говори! Совет моего покойного дядюшки Вильяма ни в чём не перечить жене очень хорош. Хотя следовать ему, как видите, не так уж просто. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха!